Итак, здорово всем фотошопа дрочера. Сегодня я решил оторвать свою ленивую задницу с дивана и немножечко пофантазировать с вами тут. Придумать какой-нибудь новый видео урок. А то давно что-то ничего не делал. В общем, короче, сегодня будем делать мы фингал под глазом. Это довольно-таки такой интересный момент. В принципе, сделать его сможете и вы. Да вообще любой. Тут ничего сложного нет. Но мы будем делать все профессионально. Все так, как сказать, это идеально. Чтобы была натуралистичность такая более-менее нормальная. Чтобы отличить от подделки, от натурального фингала было вообще невозможно. Вот давайте сейчас это попробуем сделать. Учитесь все пошагово, как я сейчас буду там показывать. Я долго думал, кому же мне поставить фингал. И вот решил немножко подкрасить личик этой Шакири. Она как раз-таки сейчас у нас это самое представляет свою песню на чемпионате мира по футболу. Ну вот она, короче, заслужила, чтобы мы ей подкрасили немножко личика. Для начала нам нужно сдублировать этот слой фоновый. Потому что на фоне мы работать не будем. Сделаем дубликат слоя. Короче, вот сюда вот просто кликаем правой кнопкой мыши. И выбираем здесь создать дубликат слоя. Все, фон копия. Нажимаем ОК. И продолжаем творить дальше. Здесь выбираем инструмент вассо. Да, вот инструмент вассо. И рисуем основной фингал. Основной фингал мы начинаем вот так вот рисовать. Немножку. Не торопитесь. Все, теперь нажимаем Ctrl-J. Чтобы вот эту вот выделенную хрень на новый слой переместить. Все, теперь видите, она у нас только вот эта вот отдельно, короче. Все. И выбираем вот здесь вот в слоях умножение. Все, вот это умножение. Видите, у нас сразу основа фингала, так сказать, появилась. Непрозрачность сбавим. Чуть-чуть сбавим. До, ну, буквально до 80. Больше не надо. А то, еле заметно, фингал будет. Выбираем теперь ластик. Вот. Режим ставьте кисть. Потому что, вот, если будете в карандаше, например, то не получится. Будет очень резкая граница. А нам нужна кисть для того, чтобы убрать вот эту вот резкую границу. Видите, вот эту. Вот чтобы ее не было заметно, нужно нам сделать, короче, произвести вот этот вот режим кисть. Немножечко увеличиваем диаметр кисти и начинаем рисовать. Так, тут, да. Не знаю, вот, да. Убираем снова слой 1. И вот эту вот границу, вот эту вот, видите, мы ее должны убрать, эту границу. То есть, шифингал у нас был такой натуралистичный. Вот так вот как-то. Вот видите, непрозрачность даже можно прибавить. Вот так вот даже на 100% оставьте. Пускай он у вас будет такой более загорелый. А то ничего не видно. Так, теперь продолжаем, в общем. Снова выбираем вот этот вот инструмент LASSO. Здесь не забываем переключиться или вот на фон, или на фон копия, без разницы. Так, и вот здесь вот рисуем снова, вот здесь вот слева, еще такой фингальчик. Но он должен быть у нас такой более-менее натуральный, да, так я сказал. Вот с этой стороны он пускай у нас будет немножечко другим. Все, выделили. Нажимаем Ctrl J. Так, теперь снова выбираем вот здесь вот вместо обычного умножения. Умножение вот такое вот. Теперь переходим. Короче, выбираем теперь вот Ctrl B. Это английское B. Там будем сейчас регулировать цветовые тона цветов. Все, нажимаем Ctrl B. Ну или Ctrl E. Если вы ориентируетесь по русской клавиатуре, там буква E. Если английское, то B. В B такая русская большая. Все, и вот здесь вот давайте экспериментировать. Больше синего добавим. Вот, больше синего. Так, пурпурный. Ну, здесь вот чуть-чуть вот так вот в минус уйдем. Ну и здесь вот так вот в минус тоже небольшой залезем. Вот так вот. И окей. Непрозрачность тоже сбавим, конечно же, потому что это слишком уже сильно. Вот так вот оставим. Выбираем снова ластик. Так, выбираем здесь вот этот слой 2, над которым мы работаем. И снова границы вот эти вот с вами давайте подотрем. Это я делаю для того, чтобы у нас, так сказать, фингал был более натуральный. Не одинаковый со всех сторон. Правильно? Он разный. Может, она на несколько ударов пропустила. Короче. Вот так вот подтираем, чтобы риски границы не было здесь. Все, видите, как хорошо, да? И теперь вот с этой стороны сделаем немножечко синевы добавим. Вот, выбираем снова лассо. Встаем на фон копию. И вот здесь вот уже нарисуем фингальчик. Здесь вот с правой стороны. Так вот, Ctrl-J нажимаем. Ну, там еще буква О русская. И тут мы уже не трогаем вот эту фигню. Умножение не делаем. Оставим обычное. Просто переходим вот сюда вот в цветовой баланс. Ctrl-B нажимаем. И синего-синего добавляем, чтобы у нас было тут немножечко синевы. Так, вот здесь вот наоборот немножечко голубенького добавим. В тенях тоже добавим немножко синенького. Так вот. И в цветах тоже добавим чуть-чуть синенького. Так вот. Ну, теперь выбираем снова вот этот вот ластик. И начинаем вот так вот резкие границы выбирать. Вот что-то наподобие такого. Теперь тут прибавим немножко. Увеличим. В диаметре вот тут вот такой вот сделаем штрешок. Ну, чтобы с этой стороны у нас ничего никуда не заезжало. Все. Уменьшаем. Так. И вот пока не забыл, да, давайте его уменьшим. Вот тут вот, чтобы зрачок был первоначально белый. Вот здесь вот сделайте. Потому что зрачок, он не должен пострадать, он должен быть белым. Так. И вот здесь слой 2 тоже сделаем. Так вот, зрачок белый. Ну, слой 3 вроде у нас на зрачок-то заезжало. Вот так вот оставим. Все. И последний момент. Сделаем еще кривяной подтек вот здесь под глазом. Для этого немножко увеличим масштаб. Снова выбираем вот здесь вот лассо. Фон копия. Вот здесь вот рисуем. Примерно вот такой вот подтек у нас будет под глазом. Так. Ctrl J. Так. Конечно же выбираем умножение. Переходим в цветовой баланс. Ctrl B. И вот эту вот линию очень сильно уводим в красный. Вот. В тенях тоже в красный уведем. И в цветах тоже в красный уведем. Ну, как-то так вот. Все. Выбираем теперь, где она у нас в кисть. Чуть-чуть увеличим. Так. И давайте вот так вот уберем эти вот границы. Шепреской вот этого границы не было. Потому что она портит вот этот натуралистичный вид. Вот как-то так вот пускай будет у нас. Все. Вот этот вот третий тоже, да. Давайте вот так вот делаем. Ладно, все нормально. Теперь вернем на 150. У нас там, по-моему, в начале подробно. 150. Так. Ну, так нормально. Вроде. Вот здесь вот слой 1. Мы тут регулировали средние тона, да. Тенег давайте тоже тут вот немножечко поэкспериментируем. Как-то так вот сделаем. Ну, вот я вам показываю, чтобы вы знали. Выбирайте цветовой баланс. И вот так вот тут вводите вот эти вот полоски. Главное, чтобы у вас все фингалы со всех сторон были разные. Вот вот фишка в этом заключается. Так. 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 Так, теперь третий. Тенег. Как-то так сделаем. Так, у нас верх. Нет, вот, да. Вот давайте верхнему границу сотрем. Граница сильно просвечивается. Этого быть не должно. Ну, вот так вот, да. Нормально, короче. Прекрасно получилось. Довольно-таки качественно. Можно даже сказать натурально. Все. До следующих уроков. Всем пока. Учитесь фотошопу.